Привет всем, меня зовут Роберт, я живу в Барселоне уже на протяжении 6 лет и в этом видео я бы хотел рассказать вам, как получить водительские права в Испании Для начала скажу, что получить тут права не так уж сложно только надо иметь много нервов и денег Цены зависят от региона проживания Например, в Мадриде, в Мурсе стоит от 300 евро В Кастейон, Сарагоса 400 евро В Барселоне, в Жироне где-то от 500 евро Без учета госпошлины, которая стоит в этот момент, как записываю видео, 92 евро и 20 центов В эти цены входит теоретическая подготовка до экзамена и 10 практик 10 практик это значит, что 10 раз можете поводить, попрактиковать машину Как только я переехал в Испанию на ПМЖ, у меня появился вопрос А могу ли я водить с моими водительскими правами тут в Испании? В моем случае армянские права, которые я получил в 2011 году Начал искать информацию, как обменять права, что можно с этим поделать, чтобы поменять свои армянские права на испанский Но все везде пишут, что только можно сдавать экзамен и все, больше ничего Нет обмена, нет ничего, надо и теорику, и практику сдавать Я начал отчаиваться, потому что мое знание испанского было такое Ola una servesa por favor Максимум то, что я мог сказать Как только я получил карточку резиденции, сразу пошел и записался в автошколу Чтобы учиться и сдавать на права Я ходил туда два месяца почти И безрезультатно, потому что там люди все были местные А я иностранец, и мое знание испанского, как я сказал, уже было не очень хорошим Поэтому я начал отчаиваться, потому что подумал, что нет Таким моим знанием вообще никак не смогу я сдавать экзамен теории Вот это моя предыстория, а теперь к сути Для того, чтобы записаться на теорию, нужно идти в автошколу А можно это сделать на сайте ДХТ Могу сказать, что без хорошего знания испанского получить теорию это сложно Ну или можно зубрить, но в моем случае это не работает, потому что я не умею зубрить Я должен понять, о чем идет речь Есть два способа записаться на экзамен теории Первый Идете в автошколу, регистрируетесь, идите там и учите Там тесты делаете Когда вы готовы, автошкола вас запишет на экзамен Вы пойдете и сдадите, если будете хорошо учиться Второй способ Мой, который выбрал я после того, как не получилось с автошколой Я зашел на сайт dht.es, записался на экзамен и подготовил документы Сейчас я, например, покажу, как взять ситу, день, чтобы идти и сдавать экзамен Дхт.es, и тут в отделе Tramites надо выбрать Solicitur de Cita Previa Выбираем Тут открывает одно окно Тут можно делать очень много всего Но в нашем случае давайте возьмем Solicitur de Cita Previa на правом углу Нажимаем еще Тут открывает Тут надо выбрать, где вы находитесь Ваша провинция, ваш город Не знаю, вот Тут много всего есть Любой можете выбрать Зависимо, где вы находитесь В нашем случае выбираем Barcelona И тут надо выбрать тип Tramites Tramites de Oficina Нам нужен вот первый Нажимаем на это, а потом Continuar После того, как мы зашли сюда, нам показывает множественное число вариантов Какие у нас трамиты доступны, чтобы взять ситу И в нашем случае нам нужен Area Examenes Permissos de Conducir Вот тут Continuar Тут надо заполнить этот бланк, чтобы взять день Например Вот я тут заполнил Все это написал А потом надо Solicitur Можно эти четыре отдела написать, а потом Solicitur Угу, вот Сейчас показывает все доступные даты, которые можно взять Например, вот 19-го, да? Тут часы, которые доступны в 10 утра, например Потом Continuar Выбираем Нажимаем тут Confirmar И все Наша сита уже подтверждена После того, как вы взяли уже день для экзамена Вам надо подготовить документы Это Две фотографии Форма запроса И медицинская справка Где я взял медицинскую справку Оставлю в описании Мне все это стоило 45 евро Две фото, четыре фотографии И медицинская справка Это было В моем случае Барселона Это рядом с ДХТ С полицией рядом Там примерно 100 метров было Сейчас у вас есть уже день И мы идем в ДХТ, чтобы сдавать документы Записаться на экзамен Потому что тот день, который мы выбрали Это день, когда нам дадут другой день для экзамена Точнее, выходит так Берешь день, чтобы тебе дали другой день для экзамена Когда вы будете уже брать этот день Там в ДХТ, там на сайте, как я уже показал Вам не удастся оплатить госпошлину Потому что там просят всегда какой-то сертификат Или какие-то регистрации Но не надо отчаиваться Когда вы идете в ДХТ, там можно сразу оплатить Но с карточкой После того, как вы все это сделали Сейчас надо уже подготовиться к экзамену Есть несколько способов Первый Точнее, два, которые я знаю Первый Покупаем книгу Permiso B называется Или можно через Амазон Можно пойти в любой книжный магазин И искать Самый последний Потому что каждый год Как что-то меняется Если у вашего знакомого есть книга Посмотрите, какого года Потому что каждый год Там какие-то маленькие детали меняются И эти детали, которые вы выучите Может этот вопрос попасть Как вы учили, это будет правильно по-вашему Но уже поменяли Уже это не актуально А второй вариант Это по приложениям Так как мы решили сделать Это сами Выбираем второй вариант Все ссылки на сайты На приложения будут в описании Я рекомендую взять экзамен Месяц вперед Чтобы у вас было время подготовиться Потому что из разных источников Сообщают, что Вопросы для экзамена Около 13 тысяч На экзамене у вас будет 30 вопросов Которых надо отвечать 27 правильно У вас есть максимум Право на 3 ошибки Если у вас даже будет 4 ошибки То надо пойти еще раз Все это сделать Все взять день Ситу И начать сначала Я рекомендую Использовать приложение TodoTest Там есть все категории И из 30 вопросов 27 Которые попались мне на экзамене Были точь-в-точь Как на этом приложении После того, как вы сдали теорию Уже надо подготовиться на вождение Но для этого нужно Пойти и регистрироваться В автошколу Потому что без автошколы Никак И я вам рекомендую Взять 10 практик Потому что знать водить И знать водить на экзамене Это разные вещи И у меня был опыт Двух автошкол Про которых я расскажу В следующем видео Не забудьте подписаться И поставить большой палец вверх С вами был Роберт До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова